всем доброго времени суток на канале ну что свяжем я оля мой канал об озорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео обязательно заглядывайте в плейлисты узорчиков уже очень много для вашего удобства не собраны небольшие коллекции под названием плейлистов плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала самого верху там не написано плейлисты и сообщества канал о канале и так далее и так далее надеюсь видео вам понравится вы оставьте свои лайки не забудьте подписаться на канал чтобы не потерять нажимайте на колокольчик чтобы узнать когда на канале появляются новинки своим постоянным зрителям подписчикам подписица мастера мастерицам отдельный привет и слова благодарности вам и большая большая группа поддержка много разных стран много разных городов это очень очень приятно я ком сегодня с ниточками которые мы уже работали помните дамы шальки вязали такими ниточками новички кто еще не работала не видел такие точки смотрите называются они ализе ангора gold далее смотрим здесь 100 граммах находится 550 метров дальше состав 80 процентов акрил 20 процентов шерсть и нам рекомендует правитель брать крючок от двоечки до четверки я беру троечку потому что я вязала данную пряжу троечка принципе не все устраивает вы смотрите подбирайте от себя если у вас такая же пряжа да смотрите какая у вас плотность вязания возможно вам крючок может быть потоньше может быть потолще на если у вас какая-либо другая пряжа вы просто также берете читаете аннотацию и смотрите какой рекомендует вам производитель брать крючок так пока не забыла цвет смотрите 144 цвет на камеру передается точно такой же как он есть на самом деле и на картинке показывают а что хорошо смотрится в шалях палантинах и так далее мы сегодня свяжем с вами нежный ажурный узорчик возможно для палантина возможно для кофточки то есть применять можно где угодно съемку я сегодня прилагаю съемка в принципе читабельная хорошего качества несложная легенькая ну что свяжем давайте итак ниточка те кто еще не работал с ниточкой смотрите она не сильно пушистая то есть есть такие небольшие ворсиночки да за счет этих ворсиночек если крючок будет маленький новичков могут цепляться да как быть и ворсинки затрудняет работу поэтому сильно маленький крючок не берите берите средний и еще какой момент когда вы будете вязать просчитывайте заранее количество петель и количество столбиков просто если вы ошибетесь распустить будет сложно можно но сложно и так по узорчик у посмотрели раппорт узорчика у нас 15 петелек я буду набирать 46 воздушных петелек а вы смотрите для себя да как вам будет удобно не забывайте что вот эти зигзаги они будут здесь на узорчик наш немножечко сужать итак я набираю 46 воздушных петелек все как всегда в начале петелька фиксации при наборе петелек мы ее не считаем а теперь набирая 46 воздушных петелек поехали раз два три вот наш будущий образец далее мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 а теперь смотрите внимательно получается делаем накид и получается от крючка мы считаем четвертую петельку 1 2 3 4 и вот в эту четвертую петельку мы провязываем два столбика с накидом пока повторяйте 1 столбик с накидом и сюда 2 столбик с накидом есть получается первые три петельки подъема это нас имитация столбика с накидом то есть у нас здесь получилось три столбика понятно 1 2 3 идем далее две воздушные петельки 1 2 и здесь внимательно будьте пропускаем в нашей цепочке 2 петельки 1 2 вот в третью петельку смотрите внимательно делаем накид ныряем вот в эту третью петельку вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки стоп накид сюда же опять нырнули в эту же петельку вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп и теперь все три петельки провязали вместе у нас получились два столбика с накидом с общей верхушкой идем далее опять две воздушные петельки и пропускаем в нашей цепочке две петельки 1 2 в третью петельку провязываем точно такую же получается два столбика с одной верхушкой накид нырнули вытянули провязали 2 петельки стоп накид нырнули вытянули провязали 2 петельки стоп 3 петельки вместе провязали вот у нас такая красота вот такие как бы окошечки далее что мы делаем накид не мы не провязываем воздушные петельки мы просто пропускаем две петельки в цепочке 1 2 и в третью петельку провязываем точно такие же два столбика с одной общей верхушкой 1 сюда же 2 мы формируем зигзаг и провязали вместе понятно то есть у нас здесь окошечко окошечко а здесь получается вот так вот нас слились наши столбики идем дальше опять две воздушные петельки 1 2 2 петельки цепочки пропускаем 1 2 в третью провязываем точно такие же два столбика с одной общей верхушкой 1 2 и провязали все вместе то есть у вас как бы если посмотрите вас там будет вниз как бы волна эти вниз а потом наверх зигзаг идем далее опять две воздушные петельки 1 2 формируем верхушку нашей волны 2 петельки в цепочке пропускаем 1 2 и в третью петельку будьте внимательны провязываем 2 столбика с накидом 1 сюда же 2 далее 2 воздушные петельки 1 2 и опять сюда же нырнули в эту же петельку и провязали еще два таких же столбика с накидом 1 2 то есть у нас формировался вот такой вот веерочек за счет вот этих двух петелек да мы получается делаем возвышение нашего зигзага нет вот у нас получается волна опускается волна поднимается то есть теперь у нас будет повторение точно так же как и здесь мы прибыли опускаться подниматься понятно опять же опускаться подниматься сколько вы петелек здесь набрали все то есть дальше может просто повторение 2 петельки воздушные провязали 2 петельки пропустили 2 столбика с общей верхушкой 2 петельки воздушные провязали 2 петельки пропустили 2 столбика с одной верхушкой и здесь получать 2 петельки не провязываем но 2 петельки снизу пропускаем и опять 2 столбика с одной верхушкой 2 петельки провязали 2 петельки пропустили 2 столбика с одной верхушкой и опять у вас веерочек понятно все давайте до конца ряда самостоятельно схемка перед вами в конце ряда я встречаю посмотрим что у вас получится так смотрите вот у нас формируется уже наш зигзаг до заканчиваем ряд точно так же как и начинали здесь у нас три столбика с накидом значит здесь после вот этого столбика до с 1 2 2 столбиков с одной верхушкой сделали 2 воздушные петельки и провязали 3 столбика то есть половинка нашего верочка идем далее делаем смотрите 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и далее нас по узорчик уйдет 1 воздушная петелька получается на здесь 4 воздушные петельки понятно идем дальше накид опять же верхушку вот этого же первого самого столбика ныряем и провязываем столбик с накидом есть воздушная петелька и еще сюда же опять столбик с накидом 2 воздушная петелька и сюда же опять столбик с накидом 3 понятно то есть получается вместе вот с этими петельками подъема у нас получилось 4 столбика с накидом 1 2 3 4 идем далее 3 воздушные петельки 1 2 3 а теперь смотрите опускаемся вот где у нас два столбика были провязаны вместе да между ними воздушные петельки не было вот сюда вот мы опускаемся с вами провязываем столбик без накида то есть между этими столбиками столбик без накида есть и теперь будем делать пико как мы делали в прошлом узорчики 3 воздушные петельки 1 2 3 возвращаемся получается вот нашим столбику без накида вот так вот захватываем 2 петельки от столбика без накида протягиваем ниточку и и тут же сразу же провязываем через петельку на крючке вот у нас получилось вот такая вот загибулька называется пико далее 3 петельки воздушные 1 2 3 и смотрите внимательно вот у нас получается перепрыгиваем да вот именно сразу к веерочку у нас вот веерочки находится арочка и вот с этой арочкой будем работать провязываем 7 столбиков с накидом и между столбиками по одной воздушной петельки и так столбик с накидом 1 воздушная петелька сюда же столбик с накидом 2 воздушная петелька сюда же столбик с накидом 3 воздушная петелька столбик с накидом 4 4 воздушная петелька столбик с накидом 5 воздушная петелька столбик с накидом 6 воздушная петелька столбик с накидом 7 у нас получился вот такой вот веерочек видите да красота красота далее что мы делаем вот наш вера чик 1 до потом получается мы шли 3 воздушные петельки пико 3 воздушные петельки веерочек вот наш вера чик мы повторяем дальше точно также 3 воздушные петельки вот ныряем в низинку между вот этими нашими столбиками и провязываем столбик без накида нырнем полностью до столбик вот так вот без накида 3 воздушные петельки раз два три опять возвращаемся к этому столбику цепляемся вот эти 2 2 петельки у столбика и делаем соединительную петельку формируем пика вот еще одна пика опять 3 воздушные петельки и вот наш веерочек ныряем в арочку и в арочку провязываем большой веерочек состоящий из 7 столбиков и между столбиками по одной воздушной петельки вот все и вот так вот и провязывайте до конца ряда в конце ряда я вас встречаю договорились несложно съемка перед вами смотрите так смотрите вот наш ажурчик потихонечку растет довязали веерочек до 3 воздушные петельки пико 3 воздушные петельки и заканчиваем точно так же как и начинали здесь у нас было 4 столбика с накидом и здесь 4 столбика с накидом не забываем между ними по одной воздушной петельки идем далее 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и сюда же в этот же столбик ныряю и провязываем еще два столбика с накидом 1 и сюда же 2 и того получилось у нас 3 столбика с накидом если считать вот самые первые 3 петельки подъема далее смотрите 2 воздушные петельки 1 2 и вот смотрите у нас получается арочки до из воздушных петелек 1 арочка 2 арочка 3 арочка поняли да мы сейчас ныряем с вами вот во вторую арочку и провязываем наши два столбика с одной верхушкой 1 столбик сюда же 2 столбик и все 3 петельки провязали вместе а то есть мы сейчас вами провязываем точно так же как самый первый ряд идем далее две воздушные петельки 1 2 далее смотрите у нас здесь получается мы должны переключиться вот на эту арочку большую перед пико и как бы ну рекомендую до сделать вам не в арочку такие же два столбика а рекомендую по возможности дайте позволяет нитки позволяет пряжа все зрение позволяет нырните в самую среднюю петельку до во вторую петельку из трех и провяжите в нее получается два столбика 1 2 и вместе так вот три петельки 1 почему потому что так столбики будет более форме то есть они не будут бегать по всей арочки понятно идем далее точно так же как самом первом ряду мы не делаем воздушных петелек сразу же переключаемся на вторую арочку то есть либо вы ныряете в арочку провязываете два столбика с одной верхушкой либо ныряете в среднюю петельку и провязывайте два столбика с одной верхушкой как бы это не принципиально ну просто можете попробовать так и так как вам больше понравится и 3 петельки вместе поняли да то есть получается вот наши столбики между ними пико идем далее опять две воздушные петельки 1 2 и теперь смотрите вот у нас наши арочки до 1 2 3 4 5 6 арочки состоящий из воздушных петелек первую арочку пропускаем во вторую арочку мы ныряем и провязываем точно так же два столбика с одной верхушкой и 3 петельки вместе далее две воздушные петельки 1 2 а теперь будьте внимательны получается вот по арочкам шагаем до 1 арочка 2 арочка 3 арочка 3 арочки и вот ныряем получается в следующий столбик и провязываем нашми ручек который мы провязывали самом первом ряду то есть два столбика с накидом за верхушку вот этого столбика раз-два-два две воздушные петельки и опять сюда же два столбика с накидом 1 2 вот видите мы полностью повторяем самый первый ряд далее опять у нас две воздушные петельки 1 2 и смотрите получается вот нас после столбика опять идут три арочки 1 2 3 да вот мы получается во вторую арочку ныряем и провязываем опять два столбика с одной верхушкой провязали вместе две воздушные петельки и у нас дальше переключаемся вот нашу большую арочку и опять как бы да если получается ныряйте непосредственно в петельку 1 сюда же в петельку 2 и провязываем вместе и сразу же перепрыгиваем следующую арочку вот смотрите здесь я могу провязать например показать им да как это будет выглядеть просто в арочку нырнете 1 2 и провязали вместе вот смотрите как выглядит если вы провязываете в петельку и как выглядит если провязываете в арочку как по мне в петельку аккуратнее но пробуйте смотрите вот все давайте до конца ряда самостоятельно схемка перед вами я уверена у вас получится в конце ряда я вас встречаю договорились давайте смотрите довязали до конца ряда и так вот мы провязали получается до низинку провязали половинку так скажем нашего веерочка да то есть два столбика вместе две воздушные петельки заканчиваем точно так же как мы начинали здесь у нас три столбика и здесь у нас три столбика с накидом все далее получается будем повторять полностью второй ряд то есть у нас узорчика стоит из двух рядов 1 2 1 2 1 2 1 2 и так далее и так вспомним чуть-чуть для начала мы делаем 3 петельки подъема раз-два-три поворот а потом по узорчик у нас ведь одна воздушная петелька и того получается здесь у нас четыре воздушные петельки помните потом мы сюда же ныряем в эту же столбик до верхушку и провязываем еще три столбика с накидом и между ними одна воздушная петелька 1 столбик воздушная петелька сюда же 2 столбик с накидом воздушная петелька сюда же 3 столбик с накидом и того у нас получилось здесь 4 столбика с накидом идем далее 3 воздушные петельки 1 2 3 вот мы доходим до наших вот этих вот столбиков которые соединены до до низинки вот на под ними к получается пико беремся вот за эту арочку и провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 еще одно пико делаем возвращаемся обратно к нашему получается столбику и захватываем вот эти вот у столбика вы увидите две вот эти вот петельки берем ниточку и эту же ниточку сразу же протягиваем через петельку на крючке все вот наши пико опять три воздушные петельки 1 2 3 и переключаемся получается вот наш веерочек так мы вот в эту арочку ныряем и провязываем 7 столбиков с накидом и между ними по одной воздушной петельки 1 воздушная петля 2 воздушная петля 3 воздушная петля 4 воздушная петля 5 воздушная петля 6 воздушная петля 7 вот наш большой такой широкий веерочек все точно так же как во втором ряду понятно вот итак вы продолжаете меняя чередуя 1 2 1 2 1 2 да вот продолжаете вязать на необходимый так скажем вам размер я сделаю еще несколько рядочков увеличу свой образец посмотрим что в итоге получается встречаемся через несколько рядочков договорились схемка перед вами давайте так смотрите вот я провязала несколько рядочков смотрите какая по того получается красота изначально сам по себе зигзаг видите он не сильно большой как бы больше склоняется к ровному краю а вот непосредственно уже на верхушке гляньте какой сильный зигзаг да и если вы будете вязать палантинчик это будет очень шикарный краешек да и если палантинчик то есть получается можно одну половинку связать до направо вторую половинку здесь вот соединить налево понятно да есть это будет например у вас топик видите узорчик двусторонний топик может быть узорчик для юбочки смотрите да вот у вас получается низ топика готов до либо подол юбочки интересно интересно вот возможно это будет как один из элементов до секционная так скажем юбочка из разных узорчиков либо возможно это просто будет прямая юбочка такая ажурная летняя юбочка пляжная интересно здорово да конечно ниточки обязательно должны быть летние хлопочек микрофибра и так далее более теплой ниточки это естественно что шарфики с нудики и палантинчики и тому подобное кто если из вас связал данным узорчиком обязательно пишите комментарии очень интересно что вы вязали данному зорчика давайте замерим я набирала 46 воздушных петель если это же пряжа этот же крючок да это же плотность вязания то получается это у нас будет в длину 20 сантиметров с половинкой видите а тут получается раз два три 4 5 6 7 8 9 10 рядочков давайте по самой высокой части до замерим получается вот 13 с половиной сантиметров видите да здорово здорово интересно интересно необычно необычно вашу копилочку узоров опять видите такие интересные пикушечки вот такая вот красота получается по итогу я надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить свои лайки подписывайтесь на канал кто счет его не сделал впереди много новинок а также нажимайте на колокольчик чтобы не пропустить новинки делитесь друзьями с подружками увидимся в новых видео всем пока пока